Это понятно. Все, кто о Боге начинает говорить, о тонких мирах, а еще и пытаться доказать это научными методами, всех уже ученые записывают. Это очевидно. Хотя он Виктор Катющик, опираясь на научный метод, доказал существование всего этого. Хотя оперирует стандартным набором знаний, скажем так, физики, фундаментальной физики. То есть, если человек нормально мыслит, как он, не фанатик и не зазомбированный традиционным образованием, а гибкое мышление имеет, и логическое, тот даже на основе современной науки и физики сможет обосновать и доказать существование Бога и тонких миров. Посмотрите его лекции. А научный мир принял эту концепцию? Я не знаю, как отреагировал, но факт в том, что он преподает, например, в Абакане, где-то там, где-то Сибирь у нас, или в тех краях. А что тут принимать? Понимаете, он не может не принять научный мир. Потому что у Катющика, например, все четко по научному методу, никакого отклонения. Он полностью опирается на логику, от Аристотеля еще все эти принципы заложены. Он полностью опирается на научный метод, дань определения и проверка экспериментом. То есть вот, четкость определения и проверка экспериментов – это научный метод, можно сказать, и логика. Вот эти три вещи. Он опирается на математику, на теорию вероятности, которая всеми принята. Если через эту теорию вероятности все вычислить и четко, внятно показать, как на словах, так и в формулах, как это можно не принять. То есть не примут только полные идиоты, или как он называет их, бобрами. Такого в бобры в головах, говорит, живут, вот те, значит, не могут принять. Потому что он очень просто и доходчиво все объясняет. И там просто невозможно не принять. Если они не примут, это будет просто говорить о том, что они против научного метода не используют принципы науки, а значит, просто являются шарлатанами, как он их называет. В принципе, так оно и есть. Потому что там он всякие нарезки, он выкладывал видео нарезки в своих фильмах, выступления этих академиков, так называемых, нынешних. Так они такой бред в натуре говорят, полную бредятину. И это в учебнике записывается ими. Хотя это противоречит научному методу. То есть современная официальная наука, как ни парадоксально, она противоречит научному методу. И это просто очередная церковь под новым названием. Научная церковь, назовем ее так. Со своими адептами, со своими носителями догм и со своей паствой. Адепты – это корифеи науки, так называемые, заседающие в академиях наук и в институтах, которые с догматизированным жестким мышлением ни влево, ни вправо. А паства – это студенты, которых они учат и программируют, как зомби. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok